Рыбалка без границ, выбор в детстве, успех в будущем, экологическое образование в школах в формате интерактивной игры. Эти инициативы, размещенные на краудплатформе, специально созданные для публикации идей, были отмечены экспертами дважды. Предложить свой вариант развития страны и города и получить необходимую поддержку до 20 мая этого года могут все россияне. Самарская область не осталась в стороне и стала активным участником форума, заняла второе место по количеству размещенных идей. Отобранные идеи проекта будут рекомендованы для участия на федеральном этапе форума. Целью нашей совместной работы является отбор предоставленных городом идей федеральным экспертам для включения их в топ-100 лучших идей по Российской Федерации, что впоследствии позволит получить поддержку, в том числе финансовую, на реализацию проектов на территории городского округа Самара. Первый этап сессии был завершен 20 апреля. Эксперты определили 29 лучших инициатив. Финальной точкой станет форум, который соберет самые лучшие идеи со всех регионов России. В ходе пленарного заседания 10 из 100 лучших инициатив, вышедших в финал, продемонстрируют высшему руководству страны. Всего в Самарской области по состоянию на 10 мая было размещено 1244 идеи. Из них городской округ Самара подал 108 идей. Размещение идей на краудплатформе продлено до 20 мая, после чего разместить новую идею на платформе будет уже нельзя. При этом необходимо продолжить доработку уже размещенных идей в случае поступления вопросов и предложений от участников форума. Также на совещании в мэрии заслушали отчет о работе Департамента градостроительства. В настоящее время в Самаре ведется строительство 9 объектов. 3 дороги, 1 объект культуры, спорт-объект, школа, 2 детских сада и 1 объект коммунального хозяйства. Также ведется проектирование 7 объектов. 2 дороги, 2 объекта культуры, 2 спорт-объекта и 1 детский сад. В 2022 году было введено в эксплуатацию почти 174 тысячи квадратных метров жилой площади. Доработан и утвержден новый генеральный план развития города. Данный генплан у нас приведен в соответствии с современным требованиям законодательства. Границы функциональных зон закоординированы, приведены в соответствии с данным Единого государственного реестра недвижимости. Появились и утверждены карты объектов местного значения, лесов, объектов культурного наследия, развития уличной дорожной сети. И впервые были определены границы населенных пунктов. Новый генплан открывает возможность для подготовки, принятия и реализации дальнейших программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События.